На Внуковской улице в Дмитрове строится замечательный храм в честь Марии Магдалины. Образцом для Внуковского храма стала церковь в честь Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Игумение монастыря на Елеонской горе, где расположен тот храм, даже приезжало в Дмитров, чтобы посмотреть на строительство. А затем и представители Дмитровского благочения совершили паломническое путешествие в Иерусалим, чтобы лично увидеть Магдалининский храм, по образцу которого возводится церковь в Дмитрове. Я бы сказал, что это продолжение некой нашей идеи русской, желания быть ближе к Святой Земле, любовь к Иерусалиму, любовь к тем святыням, которые есть в Иерусалиме. Естественно, конечно же, евангельская история, которая, собственно, и происходила в Святом Граде. Желание это всегда было присуще русскому народу. Вот мы и посмотрим Истру. Есть новый Иерусалимский монастырь. При Патриархе Никоне тоже не все люди имели возможность прийти в Святой Град. Но какое-то копия, какое-то подобие, которое бы напоминало о Иерусалиме в Святом Граде, как бы это имеется в Новом Иерусалиме. Там есть и Ордан, есть и храм Гроба Господня. Но вот эта вот идея, она жива в народе. Кстати, 500 лет назад, недалеко от этого места, в начале Внуковской улицы, действовал женский монастырь святых жен Мироносец. Сейчас об этом монастыре напоминает только старое кладбище. И удивительным промыслом Божьим через столько веков собралась активная община верующих микрорайона Внуковский и обратилась к митрополиту Ювеналию с просьбой открытия прихода Святой Марии Магдалины. И владыка благословил открытие на Внуковской улице Магдалининского прихода. Перед тем, как начать строить этот храм, мы совместно с нашим приходом посетили Иерусалим и посетили храм Марии Магдалины. Нас приветливо встретила Игуменя, матушка Елисавета. И показала храм все его плюсы, все его пожелания, которые мы, естественно, учли вот в этом проекте. Появился, во-первых, цокольный этаж, который полностью в земле, который необходим для технических нужд. Потом появился первый этаж и появился второй этаж. Что-то храм Иерусалима двухэтажный. Здесь у нас уже три этажа. Я думаю, что это нам будет очень помогать функционально, потому что храм в себя вмещает и нижний храм святителя Николая, верхний храм Святой Равнопостоли Марии Магдалины, за боковым пределом Святой Преподобной Мученицы, Великой Княгини или Советы. Там будет есть возможность, отдельный зал будет для крещения, будет там малая трапезная, ну и, соответственно, большое помещение для клироса и отдельный колокольник. Основной спонсор этого строительства – семья Афониных Иван и Наталья. Они передали под храм собственные земельные участки, которые очень хорошо расположены на возвышении среди сосен. Также Афонины приняли активное участие в возведении фундамента храма. Церковь Марии Магдалины строится четыре года. И, несмотря на все перипетии нашей жизни последних лет, уже начато возведение третьего этажа храма. С первого года строительства на территории будущего храма проводятся воскресные службы во главе с богачином Дмитровского церковного округа Протереем Афанасием Черногузом.